Татьяна Натарова более 18 лет живет в деревне Клишева. За это время женщина ни разу не сталкивалась с дискомфортом. Однако последние три года ее беспокоит неприятный резкий запах, возникающий в разное время суток. А последнее время они стали резкими, которые влияют и на глаза, зрение, появляются от них слездачивость и першение в горле. В основном, конечно, вот эти запахи появляются в вечернее время и в ночное. И время года с весны, ну, и до осени. Это все ощущают и в общественном транспорте, и в магазинах. Только вот вопрос о том, что же такое произошло. Была деревня с чистым воздухом, приезжали дети на каникулы к своим бабушкам, а сейчас приходится уезжать куда-то в это время, спасаться от этих запахов. Ну, прежде всего, уходим со своих участков, закрываем плотно окна и дышим своим квартирным воздухом. Александр Петрунин, житель залинейной части города, тоже испытывает неудобства. Меня, как и наших соседей, да, и всех местных жителей, заинтересовал этот вопрос, потому что до этого не было никаких проблем с тем, что мы с таким объектом находимся рядом. Значит, мы пришли к выводу, и все подтверждают, что это первый момент, это тогда, когда происходят залповые сбросы в канализацию химических веществ, и эта проблема существует, и, конечно, здесь нам нужно отрабатывать, а, ну, как бы, первое, это разъяснительную работу, ну, и второе, конечно, административную работу в части тех нерадивых пользователей, которые сбрасывают вот такие истоки в систему. Второй момент, второй момент, это то, что очистные сооружения достаточно уже большого срока эксплуатации и требуют неких технологических изменений. Конечно же, строительство новое, проектирование строительства завода по переработке виловых осадков, потому что те поля аэрации, которые 15 гектаров земли, которые, на которых уже сбрасываются, уже очищенные после Аратенки, стоки, конечно, они уже переполнены. Они переполнены, и, исходя из погодных условий, из каких-то иных таких природных явлений, там происходит иногда загнивание. И это загнивание как раз является источником вот этого запаха. Более подробно о рабочем совещании на одном из предприятий Раменского водоканала мы расскажем в ближайшем выпуске программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин